привет ребята новый день и что сегодня сегодня пятница сегодня я успела помыть голову если вы думаете это так легко как у другого человека любого у которого из горячего вода то нет помыть голову мне надо нагреть кастрюлю мне кто-то говорил что нельзя чих в себя делать потому что это вообще очень опасно поэтому я теперь чихаю всегда наружу я всегда чихал наружу когда они родилась она боялась моего чиха могла заплакать и я начала чихать себя чтобы не пугать а потом подумал что раз это опасно для моего здоровья то ничего страшного анютка потерпит и в итоге со временем она просто привыкла теперь я спокойно чихаю даже если я чихаю как дед какой-то мужик она спокойно к этому относится знаете что я сейчас буду делать я сейчас соберу кучу монатов и буду их гладить супер-пупер кучу серфи это я все сегодня снимала с этой сушилки короче я буду сегодня чемодан собирать хотя нам в москве еще два дня вот ну я просто оставлю вещи которыми мы будем пользоваться все как-то распределю как в тот раз по маленьким пакетикам чтобы если что было удобно доставать сейчас свои вещи тоже достану которые хочу взять все-таки собираться заранее мне нравится почему потому что таким образом я примерно понимаю чем я вообще есть чем не нету то есть что-то еще успеть купить поездки или все ли я собрала ничего не забыла что сейчас мы с вами займемся с иглашкой сегодня я что делал слава сегодня ездил бабосики менял в поездочку вот что нам надо будет оплачивать отель нам надо будет просто иметь деньги хотя у славы есть карточка union pay который работает и можно и оплачивать но как бы это все понятно узнаете лучше все равно налик как бы лучше чтобы беру ли я вот это все надо подумать что я беру было бы лучше составить луки но я такое не люблю я точно знаю что скорее всего буду часто ходить в одном и том же но моя одежда может пачкаться поскольку я в принципе буду на отдыхе плюс я буду с ребенком поэтому сейчас я просто запланирую брать мне вот такую кофту не буду не буду вот у меня есть такие красивые наряды которые точно точно я с собой беру они будут со мной как бы что у меня тут вообще в шкафу такая билиберда на сомбанил о этот я беру я славе говорю что я короче мы очень хотим в аквапарк я вам говорила мы очень хотим в аквапарк и там классный аквапарк в котором мы были не один раз эти кофточки маячки которые купила в дубае вэйчки тоже беру они очень супер-купер мне нравятся из-за того что мы поедем одни с ребенком одни без родных то ну смысла ехать в аквапарк нет потому что кататься по очереди на горках ну такое я бы конечно хотела но я не хочу сидеть рядом с чужим человеком плюс обычно те люди которые одни стоят на горке они долго могут ждать когда еще кто-нибудь один подойдет тоже такой одиночка знаете обычно все таки люди ездят в такие места типа на аттракционы и туда-сюда ну короче не одни поэтому саженными наши шансы на успешное катание ничтожно малы у меня есть вот такая вот классная штука от бренда soda moda вообще у меня очень много классных от них вещей они мне сделали подарок а я забыла им сделать классную съемку и все пытаюсь пыталась все ее как-то организовать устроить что-то снять и в итоге постоянно у меня что-то срывалось что-то менялось а теперь вообще уже лето и из таких вещей которые их бренда я могла бы носить уже не так много всего такого что подходит по погоде вот это подходит много тоже не хочу тащить вот это вообще классная штука мне кажется мы прям стильная ну ладно может возьму вот эти два лана я сейчас все буду думать я все равно сначала достану а потом уже будут думать надо но мне не надо как у меня там стирка по есть вот такая штучка мы с вами и встречали свежестью пахнет стиранное ну честно вообще фуфло ну это такое мне кажется на дачу ходить пипец у нас там стиралка в космос сейчас улетит футболка вообще фуфло это я из эйчика заказала входнейшими титут всякое хотя она после стирки H&M не я не буду это фуфло с собой брать фу на тебя так мне еще нужно не забыть всякую пляжную штучку блин у нас такой бардак в шкафу я знаю так сразу достану вот эти шмотки которые точно Слава берет это новенькое то что не успели еще даже снять всякие бирки чеда в шкафу вообще отстой шла отсюда это не дыру конечно же куда мне на море такое теплое ну блин а вот еще от сода моды есть вот такое красиво очень красиво а что внизу мне будет я сделаю пихольную юбку не знаю подойдет ли она сюда ой ладно оставлю не подумать но наверное супер пупер прям наряды такие я брать не буду сейчас кстати время пол седьмого и где-то в десять Слава сегодня отвез Аню к маме моей где-то в десять мы ее заберем ну ближе к десяти блин так хранить шляпу конечно не надо было мы ее покупали я не помню брала я эту шляпу в Дубай или нет блядь бедняжка эта шляпа да ладно тут обнется вообще люди обычно шляпы возят с собой в этом они в чемоданах вводят так что ее надо отпарить тогда она принят форму короче точно мне конечно же надо в шляпы блядь блядь все погнутое так почему я это так положила балда как можно так плохо относиться к вещам что мы теперь с этим делаем просто уже устала от всего этого устала так здесь купальники вот от этого поезда должен быть где он я просто сейчас соберу вещи посмотрю и начну там гладить гладить там все в пыле не умоляю вот грустно конечно то что случилось с шляпами сай тут вещи наверху смотрю может тебе отсюда что-то надо белые джинсы например джинсовые джинсы джинсовые джинсы наверно джинсовые шорти коричневые шорты но это все тоже надо гладить Слава не любит здесь гладить он любит приехать в отель и там гладить вот эти футболки классные мне кажется они довольно таки плотные для для турции ой мама не падай но им все равно они здесь не остальные висят так этот плотный теплый наряд не берем это не берем что у меня есть вообще о вот это я же купила было дубай классные длинные штанишки это берем мало ли куда я попаду это за кстати тоже видите в полоску мне кажется она получше будет только нахера нам не надо все будет вот так он есть классное платье сначала я в не прониклась но потом как прониклась но я не хочу его брать вот такое типа кимоно хочу вообще по минимуму одежды взять ну как всегда и почему потому что я же прекрасно понимаю что в итоге я буду ходить в одном том же просто взять несколько классных нарядов которые я там не знаю пофоткаю сниму в рилсик хочу сделать филс про наряды поскольку это у моих нарядцев на море рассвечивается смотрю и понимаю что ничего отсюда не хочу может быть у меня что-то пупляет да ладно не такой уж и бардак немножко ну да что-то неровно лежит хотя бы попробуйте соблюдать чистоту постоянно я раньше соблюдать чистоту постоянно это так легко ой не могу так здесь у меня есть классная юбка две белая и черная их я тоже обязательно беру потому что они вообще топ просто топ самые натуральные для лета они типа спортивные ну как это ойша тоже в дубае брала но в чем класс что здесь под юбкой шорты и здесь есть карман туда помещается телефон просто находка вот этот интересный топ который я жалею что взяла в размере S надо выбрать меньше потому что он прям ну не то что велик но хочется что больше обтягивал так тут все теплое больше здесь ничего не хочу не уверена что надо это футболок топов я вообще тут мало беру у меня еще многие там в шкафу висят а здесь у меня купальник из дачи и я что-то точно буду брать отсюда самое интересное что здесь пакеты как раз таки из отеля это алибей потому что за пакеты вы спросите по-моему это пакеты типа только для грязного белья который обычно в отеле ну типа пакет положишь грязный да наверное для грязного белья вот типа положь грязное и можешь это чтобы постирали вот я просто забрала когда мы уезжали что-то туда типа положила я думаю не страшно все таки это не так не знаю жестко как украсть полотенце например в отеле ну короче взяла вот такой пакет мы сейчас туда же поедем клево так здесь у меня полно и полно купальников что-то я отсюда точно ловлю потому что я на две недели я точно буду там купаться в море там будет точно хорошая вода не то что в Дубае поэтому мне нужно много классных вот этих свимингов вот такая оранжевая в прошлый раз я тоже кстати была в Турции с этим оранжевым все берем зеленые зеленые ну посмотрите что у Анюты есть чтобы мы одинаковые были есть еще вот такой классный наряд типа тут трусы топ и вот такая хрень ну чтоб типа не сгореть кстати мне кажется тоже классная штука я ее тоже возьму у меня такой еще есть для зеленого а может лучше зеленый взять ну не хочу есть вообще которые ни разу я не носила даже с этим ну наверное вот это очень удобно такая юбка с купальником типа надел класс блин а вот синий получше то будет а вот и трусы капец купальников у меня полны ну ладно возьму не хочу больше ничего блять мне тут столько еще красиво так ладно с этим понятно есть у меня еще леопард был класс вообще это в моде я знаете думаю можно засосать вакуум в пакетах мне кажется клево здесь можно взять с собой вакуумные пакеты можно взять с собой вакуумные пакеты и насос маленький только эти очень огромные и мне кажется это удобно типа места не занимает я может быть больше и не возьму по количеству но места будет меньше занимать мне кажется это хороший день так надеюсь от давления там ничего не лопнет в самолете тогда об этом я не подумала не знаю что если попробовать ладно я попробую так я немножко отвлеклась на работу на работу на работу тогда же будет отпуск и даже в отпуске я буду работать пока вожи было юстая ну я не жаловься знаете лучше так реально сомнете лучше так я обожаю свою жизнь обожаю свою работу это точно Слава берет я так люблю эту кофточку он почему-то ее не носит она мне кажется такой прикольной берем сама соберу за него тюма буду знать лучше может и эту взять вообще надо вещи носить Слава вчера говорю давай может быть возьмем с собой колонку которую зовут ага я теперь не буду произносить потому что у меня подписчики в комментариях вообще ну извиняйте я не виновата что у нас у всех с вами стоит вот эта модная колонка так короче будем сосать дамы и господа хотя не знаю нахера в этом бардаке так сколько время так 7 8 9 вы тоже так считаете вот ладно у меня есть еще по сути ну 3 часа окей в 10 можно Аню забрать в 11 спать будет так где тут Славяные плавки вот девочки если вы с мужем смотрите или потом мужу расскажете вот такие плавки Слава себе выбрал в интимисиме мужском вот мы их берем срезать бирки не буду там уже срежем это вот как раз сейчас мы к морю закупались чуть-чуть я себе ни одного нового купальника не брала в эту поездку потому что учитывая количество моих купальников новые мне реально не нужны вот у меня еще с Дубая непоношенные купальники вот этот вообще ужасно на мне сел просто ужасно вот этот я беру блин зачем столько купальников хотя вот я так говорю а потом буду думать блин классно ну было классно вот этот пакет тоже я обязательно возьму он нам потом в итоге очень пригодится для чего-нибудь для какого-нибудь грязного белья ну я туда что-нибудь конечно положу он чистый постиранный у меня так все запихиваем вот эти новые купальники хотя не знаю хорошая ли эта идея действительно засасывает а что будет с ватами или пакетами да наверное ничего все-таки у меня есть желание постараться собраться нам два чемодана пусть взять побольше ручную кладь но зато обратно поехать на большем лифте хотя наши билеты нам позволяют взять с собой четыре чемодана ну на кой хер нам столько может не брать и закупать не ну ладно мы едем на дороге все гуляй берите что хочешь разреши себе быть модной что их складывать я и так запихну так а у Славы же еще какие-то были все-таки мне кажется вакуумные пакеты это класс я их очень полюбила и еще вот такие акулы у Славы купальники все больше купальники мы не берем ой зачем я выжимаю воздух если мне его нужно отрасать вы наверное делаете пылесосом но у нас у пылесоса не круглые отверстия а прямоугольные и оно сюда не налезает и поэтому не работает вакуумные так делать оно правда становится изменится потому что становится более твердым но мне кажется все равно меньше места занимает и должно быть удобно вот купальнику не жалко засосать вакуумный пакет потому что все-таки они даже если помнуться это же купальники они из такого материала что он должен быть я теперь переживаю вдруг это нельзя проводить ой ой я просто хочу чтобы с собой повезли всякие памперсы ну памперсы окей вот памперсы это бренд у меня уже погодники короче это еще ладно окей это можно ну где-то купить это правда но вот агушу мы нигде не купим я бы хотела максимум до одного раза сократить агушу а не я не уверена что я могу что-то еще засасывать в вакуумные пакеты потому что боюсь что вся остальная одежда будет как жопа первый раз будем жить в большом номере в этом отеле так я же хотела тут что-то владить ну что-то буду гладить что-то не буду это не буду гладить хотя наверное надо бы это тоже не буду гладить тогда все равно помняться у нас еще был вариант что мы будем из одного отеля в другой переезжать тогда мы бы сэкономили денег но тогда нам больше бы геморроя было так это я вообще планирую не факт что убрать вообще да как я поступала с вещами Ани когда мы летели в Дубай я их упаковывала в ну типа футболки упаковала в пакетик маленький как для еды такой ну короче все вещи вот так вот упаковала и так было довольно таки удобно их доставать когда например мне нужно достать вот мы еще не улетели а мне нужно срочно достать там какой-то наряд футболку то так конечно было проще блин а ничего то что я с ценниками может их срезать а то еще подумать такая контрабанда блин нам с 17 лететь и выходить из дома нет не то что выходить из дома нам вставать в 6 утра получается завтра у меня никаких дел нет я планирую продолжать собираться я думаю что мы поедем в магазин в Ашан наверное закупаться продуктами которые подвезем звучит странно какие продукты я имею ввиду а гуша все по сути и посмотрим до какого дня там срок годности потому что обычно не такой уж и большой у них срок вообще надо посмотреть даже не знаю куда лучше поехать где лучше это все посмотреть короче наверное вакуумные пакеты это не очень хорошая идея потому что я думаю что от того что я засесала вещи сильно меньше места сильно больше свободного места у меня не появится потому что все таки вещи засасанные вакуумом они становятся твердые ничего не прижмешь не примнешь ну то есть биберда ну это точно надо гладить тоже надо гладить но мне что уже от того как много ее надо гладить мне не охота с собой брать ну штука классная только вот меня бесит где пояс ее ух ты может у нее и не было пояса это же а нет это руководится здесь ладно все равно гладим пойду вот этот топ не знаю наверное можно взять блин вот сейчас сижу вроде выбираю кучу всяких вещей а потом думаю да нахер они мне все нужны это гладить это точно надо это тоже точно надо гладить это вообще база это гладить не надо это все такое типа мелочушка а еще же впереди сборы другого характера техника труселя всякие шампуни вот эту всю херню вообще брать не буду только для а не то что надо взять возьму на себя мне пофиг стало в этих планах шампунях потому что во первых там купим если что во вторых если что отельным помоюсь хотя раньше я так никогда не делала я всегда был такой не я не могу отельным а сейчас мне по барабану так это уже гладили нам еще слава должен выбрать миллиард футболок и они у него почти все мятые на что он рассчитывает не знаю ну как он сказал он там будет гладить не знаю брать стуковки нет наверно он ее носить не будет пока не буду брать может забить поехать вообще в ресторан со славой поесть потом забрать Аню а то мама уедет на дачу сказала что может остаться блин надо мне эту красоту брать да вообще да к черной юбке супер возьму ладно сказала она что может остаться еще и завтра побыть посидеть с Аней если надо ну я сказала вроде типа да не надо ну не то что мама не хочет она сама хочет она хочет Аню забрать просит ну давай привозите ну сейчас понятно куда мы ее привезем но она часто да просит чтобы мы ее ну на дачу отдали хотя бы на два дня чтобы она там потусила ну я думаю что попробую такие штуки практиковать после года Ане пока я морально к этому не готова я не чувствую что Аня к этому готова все таки она вчера когда я пришла за ней она вчера тоже мама была я ее забираю и она так радовала что издавала такой зуб нет не такой а вот так вот но это было похоже не на плач а именно радость ну короче радовался малыш вообще-то ненавижу собираться вот это все и потом ненавижу разбираться разбираться еще больше геморь мне так чувствуется а вот что с шляпами делать я вообще не знаю я их могу прогладить ну понятно не по этой штуке а подложить что-то но вот эту не уверена женщина загадка короче жопа ну да написано какое-то предупреждение что-то от детей про самолет мы что-то видели вот обратно их как ты сложишь вот у меня сколько тут лет засасанного 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 все это блин я еще обувь засасала наверное вообще плохая идея но тогда мы допускаем ошибки ну посмотрим что с ними будет я думаю как-то их можно все-таки выправить вообще может быть их положить в ванну и а включить горячую воду а у нас ее нет ору а я продолжаю совершать те уже ошибки ну куда их деть я пока не хочу их напугать не мешаю ну все это все за благошку меня так бесит это вот эта спинка у кровати на ней пыль ее приходится протирать и я протираю но она не бесит так что у меня тут открытый чемодан несобранный о боже блин я даже не знаю у меня получается у меня получается из семьи три человека было ну мама отчим и брат и у славы тоже получается родители и брат Ярик и они брали короче по два чемодана себе ну типа им хватит в духе ну блин нам ну хотя нет получается они с ребенком им двух чемоданов хватило ну знаете я вот просто думаю если бы я вот напишите сколько вам обычно вещей надо и чемоданов и так далее и так далее я просто вот так вот логически размышляю если бы я просто если бы я не ехала на море с мыслями чтобы снять там контент классно пофоткаться вот реально ехала бы как обычный нормальный человек просто отдыхать я бы каждый день ходила по сути плюс-минус в одном и том же что обычно на самом деле и получается но я то еще беру всякие шмотки манатки для красоты для лилсика для фоточки а еще мне обязательно нужно чтобы мы не забыли здесь сняли рилс чтобы у нас получился классный переход потом это очень важно у меня теперь новая техника складывания аниных вещей это ямало это убираем позвонила Славя он сейчас спустился вниз его мама приехала что-то забрать и она на дачу поедет уже поздно она только освободилась короче он здесь сидит там что-то болтает хотя могли бы конечно зайти но по сути мы тут все заняты всякими делами и просто поболтать ну посидеть чай попить они могли бы а вы как видите я стараюсь что-то успеть сделать ну короче если кому интересно у нас хорошее отношение с мамой Славы мы с ней переписываемся мы с ней дружим вот конечно у нас там раньше мы могли даже посидеть венчика с ней вместе попить у нас на кухне когда они приезжают к нам в гости и с Анютой тоже поиграться блин утюга говно всяко льется когда они к нам в гости приезжают с Анютой поиграться с нами повидаться я обязательно всегда ужин приготовлю какой-нибудь ну знаете так стол на полу надо попросить когда вернемся чтобы почистили утюг нам девушка которая убирает она уже чистила один раз ну это вообще короче позвонила Славе говорю слышь может погнали в рестик пока Анютка у мамы потому что ну с Аней пойти в рестик это треш мы тут недавно ходили сидели в рестике Аня бесилась да еб твою мать все льется и льется ну все это уже точно на стирку все в пятнах как эту всю жижу оттуда выгнуть гнилуром есть специальная вода для чистки утюгов я как-то сама пробовала еще когда беременная была у меня все в квартире провоняло какой-то химозой это из-за воды ой я прям вижу коричневый гниль ну как ее тут выгнать короче говорю погнали в рестик а мы с Аней когда ходили недавно стейки поесть в ресторан она там вся крутилась вертелась мозги делала в итоге башкой об стол шмякнулась поплакала и хоть сидеть стала спокойно не она не сильно ударилась я все таки ее как бы поймала вот мы просто сидели на диванчиках и как бы стол ну короче ничего страшного просто немножко так типа чпок потому что она просто вот тут вот это вот я не могу я ее держу она вот просто миллиард кругов короче мамочки меня поймут она чуть-чуть поплакала в рестике в такие моменты я думаю типа блин ну как бы неудобно конечно люди же пришли отдохнуть в ресторан там посидеть расслабиться знаете мы тут пришли с ребенком который орет ну что поделать извиняйте дядьку Аня достаточно быстро успокоилась и все мне кажется ну немножко малыш который плачет да ну мало ли какая ситуация случилась если успокоили еще в ресторане да в общественном месте то как бы ничего страшного ну вообще чувствовать вину точно не надо потому что для меня это иногда сравнимо знаете как пришел в ресторан и там у кого-то какая-то гулянка и люди вот так вот просто ржут как не в себя и ты сидишь и иногда даже пугаешься от их смеха поэтому офиг вот тем более это было недолго конечно если бы Аня прям без остановки долго ну капризничала я бы наверное чувствовала что все таки не очень хотя не знаю как вы к этому относитесь если ваш малыш в общественном месте в ресторане например да ну не в парке а в рестике где-то начинает ну капризы устраивать короче такая сложная ситуация с одной стороны типа пошли все нахер мой ребенок я тоже человек хочу тоже посидеть пожрать что мне теперь делать если у меня там нету нянек 24 на 7 а с другой стороны конечно неудобно все таки люди тоже пришли отдохнуть ну это такая знаете двойная ситуация ну как ее не двойная а по другому ну вы поняли короче все таки я решила что не могу я не гладить вещи ребенку мне вот все таки приятнее плюс когда их складываешь они такие красивенькие когда поглаженные сейчас еще анюточки по другому начала складывать все ну вы видели в прошлом блоге теперь у нее не калачиками все она красивенько взрослый все таки все таки я уверена что дети берут с нас пример и если у вас в семье там мама например да убирается готовит для мальчика вот если он такое видит я думаю он потом ищет себе и женщину чтобы тоже такая была хозяйственная как бы то есть понятно да приоритеты какие то вкусы так скажем все таки формируются а для девочки тоже если она видит что мама убирается готовит дома порядок наводит там погладит все ну то есть приучаешься к чистоте и потом уже не хочется жить в грязи не знаю ну короче мне так кажется мне так кажется потому что а как иначе если дети с нас все копируют наше поведение и вот я понимаю что ну нельзя ругаться матом при Ане ну иногда невозможно просто невозможно но блин это очень сложно контролировать на самом деле я могу не ругаться матом на видео могу не ругаться матом вы что думаете я на видео матом ругаюсь почему потому что могу потому что мне кажется это иногда добавляет какой то изюминки какой то смешинки но если вы вспомните у меня раньше вообще в видосах мата не было как блять не ругаться матом вот так вот хочешь погладить а тебе сама вселенная говорит забей хер иди в ресторан вот реально пожри расслабься и ничего не гладь бесит бесит надо с изнанки гладить ну блин мне не нравятся с изнанки оно как будто не оно как будто все равно все мятое просто в какой момент это гнильек собирается выходить это все ржавчина это из-за воды у нас в новой квартире на воду будут стоять фильтры то есть у нас здесь например никаких фильтров не стоит да вода как бы течет прозрачная но по сути она грязная на самом деле ну то есть разумеется что не питьевая и в новой квартире у нас не питьевая течет под краном но от всякого говна вот такого железа может не идеально прям на сто процентов но все равно должно чистить все равно вода должна быть лучше я думаю что даже вот для того же утюга хотя в утюг мы заливаем воду которая фильтрованная но все равно толку нет понятно что все равно надо утюг чистить еще я знаю что есть специальная вода для утюгов то есть жидкость типа денег без но это не знаю какой уровень богатства когда покупаешь воду для утюга она там типа знаете по 200 рублей стоит что такое я видела но я никогда не думала о том чтобы купить потому что столько глажки мне кажется расход такой большой и типа купить воду которая бесплатно ну не бесплатно коммуналка все же есть но по сути бесплатно течет у меня из под крана потому что гладить можно столько там вода ну не сказать что много миллилитров то есть может примерно на две такие а вот одна такая уходит на на весь утюг и получается на два таких мощных использования считаю хватает ну короче не знаю просто знаете когда там например глажу если постельное белье много одежды вот там детской даже ну я несколько раз воду заливаю поэтому мы конечно хорошо живем но не настолько блять что воду для утюга покупать понятно это какая-то мягкая пиздатенькая вся не знаю не знаю короче красота красота то что у меня сейчас засрется я еще раз постираю одеваться некуда слава ты долго идет уже восемь не думаю что мы уже куда хотя ну а вот и слава я телепат просто телепат зай ну чё а куда ты хочешь пойти я думала стейки поесть а что так она же сейчас у мамы ты думала забрать а не пойти в лестик я что в украине слава думала что я хочу забрать аню у моей мамы чтобы мы поехали в лестик в этом есть логика потому что нам маме моей надо еще виву завести поскольку она сегодня уедет на дачу вместе с вивой так как она больше сюда не приедет в москву до нашего отлёта может хоть в лестик забрать виву потом это везти ну что я тебе говорю погнали в лестик пока аня у мамы и ты говоришь типа ты чё за Аня пойти в лестик ты помнишь в прошлый раз как мы сходили с Аней в лестик когда она вся крутилась и башкой обстолкнула погнали прям сейчас тогда я все бросаю погналить можно успеть в любой другой момент а сходить в лестик нет могу я гладить хоть всю ночь продолжим просто могу я гладить хоть всю ночь стирать я тоже ведь не прочь полы помыть ведь я смогу пыль протереть пыль протереть бегу-бегу сварить лапшу пыль протереть сварить лапшу сварить лапшу котлет слепить съесть чешу все это делать я спешу собраться в Турцию хочу так все утюг я выключила я же не совсем этот самый кукуна ну все все значит уйдем в ресторан пока-пока я хотела с тобой поговорить о том как ты изменился с рождением Ани вот я тебе сейчас просто скажу что я чувствую изменилась во мне просто кардинально я стала довольно таки спонтанным человеком я безумно счастлива потому что мне кажется что я наконец таки проживаю свой генераторский тип я как генератор если верить как тип в дизайн человека должна вот я как почувствовала отклик вот я сейчас гладила ну вы видели это просто в прямом эфире происходило у вас перед глазами я гладила и думаю может в ресторан пойти ну просто пока ребенок у мамы мы можем с мужем классно сходить в ресторан вдвоем конечно с Аней мы тоже можем сходить в ресторан но что я вам вот буду сейчас лапшу на уши вешать типа это то же самое это не то же самое это совсем не то же самое вот потому что Аня там будет себя крутить ее надо развлекать и быстро запихивать еду в рот бежать как бы я стала очень таким человеком который откликается на свое первое желание ну короче вот такая и спонтанно спонтанно вот недавно помнишь я подумала пойти в зоопарк написала подружке думаю пригласим друзей вместе погуляем в итоге подружка позвала нас в фотосессию очень классные фотки получились и в итоге от моей спонтанности от моей идеи и отклика мы получили довольно таки прикольный день прикольные воспоминания классные фотографии и я думаю даже интересный влог мы в тот день еще даже сходили с тобой в ресторан в ТЦ в чашке хоть мы там и быстренько поели но типа класс у тебя есть что-то такое? будешь еще раз вопрос задать? вопрос такой как ты изменился с рождением Ани вот именно изменения то есть раньше ты был вот такой просто я раньше не была такая спонтанная я раньше если вот у меня было там в голове может в ресторан сходить типа ой да ну что-то сейчас туда ехать я же себе запланировала сегодня погладить ну типа знаете вот такое я же себе уже дело придумала у тебя такого нет ну а что у тебя было такое вот какое-то другое что изменилось? да не знаю честно даже ничего не могу тебе сказать то есть для тебя вообще твоя жизнь по сути вот в плане твоих действий условно не поменялось? нет я такого прям за собой не заметил ну блин разве у тебя нет такого вот допустим раньше ты мог в любой момент взять сорваться куда-то а сейчас хер лысый тебе ты такой я сейчас сорвусь куда-то и ты мне это говоришь я говорю ни хера ты не сорвешься у нас есть ребенок например знаешь ну да это правда но прикол в том что когда не было ребенка мне не хотелось туда куда хочется сейчас когда есть ребенок вот парадокс вот парадокс то есть я сейчас такую что-то туда хочу сюда хочу но не могу ну что-то глупости ну расскажи куда ты хочешь но не можешь ну 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 куда-то куда бы я хоть куда-нибудь хоть куда-нибудь когда не было ребенка ну а сейчас есть ребенок а уже никуда и не сходишь ну с одной стороны я понимаю что ты говоришь просто но у меня другое наоборот сейчас когда появился ребенок мне наоборот мне хочется куда-то чаще выходить чтобы вот не потому что не сбежать из дома а с ребенком в первую очередь выбираться и просто выбираться потому что вот эти домашние дела бытовуха рутина они ну как сказать правильно хочу подобрать слово ну надо освежаться именно понимаешь нужен глоток свежего воздуха потому что бытовуха она и не то что там депрессия и не то что там тухлая какая-то ждуха становится короче моя жизнь например изменилась и я думаю что блин ты просто понимаешь есть такая тема что дети делают нас лучше дети помогают нам стать лучшей версией себя вот мы с тобой раньше вставали поздно ну мы и ложимся до сих пор все равно поздно но встаем то мы раньше у нас появился какой-то режим какая-то дисциплина ты не ощущаешь этого на своей жизни у тебя все так же вот как и было да скажи ну не все равно что-то поменялось ты что там гоняешь я не это не аттракционы себе заказывала а просто в ресторан сходить не люблю такое я уже сам вспотела сегодня видела такое увидела кошмар вообще какой-то мужик разогнался на тачке пьяный пишут был и просто в людей прям это вообще ужас я это увидела в новостном паблике но все равно надо быть аккуратным я очень такого боюсь это так страшно на самом деле вот просто живешь себе идешь просто по улице и какой-нибудь пьяный урод просто моральный как это страшно но и дома сидеть знаете прятаться от всего тоже нельзя короче жизнь моя изменилась я это ощущаю максимально и конечно в моей жизни появились какие-то ограничения да то что я не могу себе позволить в какой-то степени из-за того что я мать да но это я к этому отношусь как к дисциплине то есть я это так для себя называю а не как ограничение то есть мне это слово кажется более правильным более разумным в данной ситуации когда ты родитель стала ли я более нервной с появлением ребенка да ну не знаю мне кажется я и была нервная и замороченная сейчас еще будешь это факт это то что изменилось в твоей жизни то есть жена стала более замороченной ну не знаю ну не знаю все равно вот даже Анита сказала что я стала менее замороченной с момента рождения Ани то есть в начале ты стала менее замороченной стала более нервной ну это мне кажется черта моего характера. И она просто с годами усиливается. Проявилась. Проявилась и приобретает новые окрасы, так скажем. Мы едем в любимый ресторан. По центру. Сегодня, кстати говоря, не выходной. Я еще подумала, знаешь, может нам сходить завтра в ресторан, завтра в субботу и в воскресенье потом. Каждый день мы будем ходить. Я обожаю рестораны. Что еще изменилось? Ответственность больше. У меня постоянно голова... Раньше у меня просто была голова забита чем-то. Какими-то делами. И тут, о боже, тут просто, блядь, не сказать, что перекресток. Восьмикресток, блядь. Везде люди, машины и не работает светофор. Просто все едут и думают, что они самые молодцы. Вот еще минус, так скажем, лета. Да, хорошей погоды. То, что люди начинают гонять. Что-то строится уже сто лет. Нет, просто ограничитель стоит. Нет, вот здание. А, здание, да. О, ля-ля. Вы не хотите похвастаться? Что-то увидела? Я? Увидела? Говорю, не хочешь ли ты похвастаться? Я похвастаться? Что изменилось в твоей машине? Мы не знаем, что изменилось в жизни Славы, но в жизни машины Славы изменилось что? У него появились карты. Я карта. Да. И теперь мы можем ездить куда угодно без интернета. Это же, блин, такая простая функция, которая должна работать. Во многих машинах есть? Должна работать просто сама по себе, но в Германии решили, что нет. Ну, я просто не понимаю. Почему в Германии? В Корее? Нет, это же немецкая машина. Просто, ну, что такое? Ну, просто карты. Почему нельзя, как бы, решить этот вопрос? Ну, нет, они все отключили. Может, просто комплектация без карт или у всех нет? Нет, это потому, что они отключили нам просто все, весь доступ. Хотя, ну, господи, вы же знаете, что мы пользуемся вашими машинами. Ну, они там, конечно... Я просто не понимаю, зачем отключать карты. Там машины... Ты не мог добраться. Ну, ты же и машину, по сути, нормально купить сейчас не имеешь возможности. Это такие санкции, ну, типа, как нас себе в карман, понимаешь? Типа, ну, что вы, что вы изменили? Вот я спокойно могу... Ну, как это спокойно? Ты пошел, заплатил деньги, чтобы тебе установили карты. Ну... Значит, ты погеморроился? Если бы там они, машины до нас не доходили были, они как-то, типа, так лочили, что в России они не ездили. А также все спокойно, все делают, и карты устанавливают, и дополнительные опции, какие надо устанавливать. Машины спокойно можно найти, просто они дороже, да. Ну, я не понимаю этих немцев. Мы их экономику поднимаем, понимаешь? А они вот так вот поступают. Обрезают сами же себе это. Пи***. Да. Вот так. Такова мораль. Называется экономическая война. Они готовы жертвовать своим будущим, своими деньгами, которые они получают. То есть они готовы жертвовать недополучением прибыли, ради того, чтобы мы с вами все мучились. Ну, типа, на зло кондуктору пойду пешком. Ну, да, это как бы... То есть им плохо, и нам плохо. Это смешно, потому что по факту, ну, ничего не меняет. Жизнь моя как была, так и осталась. Ну, типа, просто чуть-чуть усложнили. Ну, карты-то при чем? Ну, что мы вам сделали, чтобы вы нам карты там отрубали, там, приложения? Они могут сервера перенести, и они пишут, что они не могут с новым нашим законодательством сервера перенести, типа, в Россию, поэтому многие функции ограничены. Ну, это же бред. Ну, ладно. Обсудили эту тему, и будет. С картами все понятно. Нет, я могу об этом долго говорить. Да, но я представляю уже, сколько комментариев там будет, о том, на что ты долго уже наговорил. Ну, вот, да, ты не знаешь, что изменился. Это как я тут натыкалась на Рилс, а то мы давно уже эту тему не поднимали. И там, короче, ну, парень у парня, ну, молодые люди спрашивают, типа, ну, расскажи, как у тебя там налички вообще, что нового, как дела? Он такой, да, типа, что рассказывать, все нормально. Типа, понятно. А что с машиной-то? Расскажи. И он начинает, типа, ускоренно долго рассказывать, бежить, типа, показывать, что-то там, типа, такое. Ну, и в комментариях кто-то пишет, с машиной-то все понятно. Ну, типа, ты там знаешь, что рассказать, все понимаешь, рассказать. А налички бывает, все сложно. Да. Так что сейчас поедим, хорошо, вкусно. Мы теперь любим дома делать салат с салатом, со всякими травушками. Потому что мы обычно салат делаем, мы обычные огурцы, помидоры, лук и редиска. Вот. А теперь мы еще добавляем, короче, продаются прям пакеты с кучей разной травы, с салата. Вот. И вкусно, прям вкусно. Я вообще прониклась. Наверное, взрослею, взрослею. Теперь я люблю салаты. Вот такие все разные, с разными необычностями. Клево. Какие мы милашки. Слава оформляет нам страховочки в институцию. Нам принесли стейки, я записала себе давай нюня, биньо. Фу-биньет, в шикарном ресторане. Могу себе позволить себе выставил входочку этого чудесного мистера стейка. Вот к таким уважением я отношусь к окружающему меня миру. Ну, шикарный, постеснейший. Страховка на них. Тебе нужно заказать травму при алкогольном опьянении? Кого заказать? Травму при алкогольном. Травму при алкогольном опьянении? Не, не надо. Хотя... Нет, конечно, не надо. Я думаю, что я напьюсь в Турции с ребенком и решу прыгнуть с какого-нибудь этого... в старзанке куда-нибудь в море. Помнишь, там, кстати, есть место уже прыгать? Так, как всегда, берем наш любимый фольк. Слава, перец и перечный соус я люблю мясо в чистом виде только в соль помогать. Так, мы закончили наши посиделки. Я выпила двойной бокал вина. Ну что ж, отлично посидели в ресторане, покушали. И сейчас едем домой. Сначала забираем Вивену, ее корм, а потом едем за Аней, забираем Аню, но оставляем Виву. Вот такие пироги. Я уже говорила, что оставим мы Виву, потому что мы улетим. А мама не приедет, поэтому Вива просто на два дня раньше окажется на даче и на два дня больше будет не с нами. Вот так. Но вариантов других нет. Такие дела. И так. Семья полношников в деле. Я пыталась уложить Аню час. Видит Бог. Я пыталась. Обычно я так не делаю, иду до конца. Ну, типа, знаете, напролом прям пофиг, еще буду час ее укладывать. Все. Ну, я подумала, ой, да ладно. Мне это надоело в один момент. Я подумала, не хочу. У меня есть тоже свои дела, у меня есть тоже свои желания. Во-первых, мы искупали Аню и Том, когда приехали домой. Потом я сама искупала. Нет, я искупала сейчас, когда поняла, что Аню тут не собирается покупаться. А, ты там качал? Не, надо, значит, какую-то качать, с Ютуба качать, не знаю. Мы без КТ никуда не полетим. Да, Аня? Аня, Аня помогает, потому что она женщина, истинная. Мы так обычно не поступаем, но, честно, мне вот сейчас прям немножко пофиг. Я понимаю, что мы все равно режим поменяем, он все равно у нас где-то испортится, где-то она ладится. Хотя музыкальные игрушки перед сном, это совсем. Я написал, зачем ладить вещи перед полетом, так как в чемодане они все равно помнутся. Слава мне сказал то же самое, но я уверена, что они все равно будут не настолько мятые после чемодана, как если я их совсем не погладила. Я обычно в отпуске не гладу вещи. Да, может, они немного мнутся, но, знаете, не так, чтобы это было стыдно выйти в люди. Поэтому я все-таки за глазки. А мне вообще гладить вещи на самом деле здесь очень было бы легко, если я этим занималась часто, потому что когда находишься рядом с Аней, она может долго сидеть, спокойно играть в свои игрушки. если уходишь в другую комнату, то ей становится тут одиноко, скучно. А ей нужна компания, она компанейская девка. Поэтому делать что-то в другой комнате как бы тяжеловато. Что, Анюса спать не согрела? Ань, ты если в чемодан залезешь, что мне делать? Понять и простить. О, да. Зай, кажется, кто-то хочет пролететь зайцем сквозь границу. Ай, какая ты милая! Ань, ну все, папа, закрывай. Ань, ку-ку, скажи привет! Так, это салфетки я собрала. Мы же берем тебе салфетки. Ладно, сиди тут. Какая хорошая игрушка. пока. Музыка. Салфетки. Продолжение следует... 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 А не две даю, но иногда она может и одну из себя есть, но тогда надо, чтобы общая скала что-то было. Я даже еще пила. Я нервничаю. Агуши набрали, но самое позднее было 26 число, 1 ночь, конечно. Купер. Ладно, я думаю, этого хватит. Мы, конечно, с Крейзи накупили всякого. Купила сосульки новые для бутылочки. Хотела еще бутылку новую купить, чтобы еще была, но их там не было, таких, которые мы пируем. Вот. Поэтому это не судьба. Надо увидеть лекарство каждому по необходимости, по обыске дела. Левочка на дачу уже. Это мы еще еще взяли. Все взяли, баночки, которые фруктовые. Вообще, я планирую, что там она будет есть прям много состава общего, фрукты и т.д. и т.д. Я считаю, что перестраховаться лучше. Купили кое-какие прибамбасы детские. Для моря вряд ли она их вообще поймет и сможет в них играть, потому что, мне кажется, ну... Хотя посмотрим, я не знаю. У меня практически так получается, что как будто бы я спешу ее повзрослеть. На кухне у нас как-то бардак, но это не самое страшное. Еще, кстати, пришлось взять огушек, ашки. Хотя я знаю, что они типа тая к себе и вообще фуфло. Но это как раз на тот период, когда у нее закончатся огушеки сло-молочной. Еще мы нашли и увидели смесь. Она вообще надолго. Мы не пробовали. Не знаю, хорошо ли вообще пробовать. Ой, наверное, не подойдет по возрасту. Я и забыла думать об этом. Да, она не подойдет. А я не видела такую на старшей возрасте. Не было. А, вот, надо еще печенье взять. Танины. Сушки. Или это все там есть? Я не знаю. Если этого там нет. Потому что я все возьму на нахер. Такую у меня. Вот такую бутылочку взяли. Я хотела пиджин взять. Потому что они мне для Аниного возраста понятий. У них есть сосульки на 9 месяцев. Ну и старше. Вот, как бы 9. А у Авента, я взяла такую розовую. У них почему-то заканчивается на 6 месяцах. Типа 6+. То есть нету там на 9+. На все и выше нету. И для меня это странно. Тут вообще, наверное, какой возраст? 3. 1 вообще месяц. Поэтому мы берем вот эту сосульку. Вот здесь же написано 3. Короче, можно сказать, выкидываем. Ну и все. Надо будет все это помыть, простерилизовать. Я так устала. Мы приехали, пошли с Аней гулять. Чтобы она бы спала. Хотя ей уже было поздно спать. Ну, в смысле, уже не лучшее время. Потому что уже было зафига часов. И это, получается, она бы легла позже в погоду. В итоге она не уснула. Только плакала, как и еще. Мы пошли качаться на качелях. Носили ее на ручках. Ходили ножками. Прочитаясь. Так, здесь у меня баночки. Да, правда. Вероятно, что она не успеет. Ну, не успеет она это все поесть даже. Тут у нас банки-скопчики. Нет, на самом деле я их дохера взяла. Я их взяла штук 20 с чем-то. Блин, ну лучше я возьму. Я знаю, что в Турции, куда мы едем, там есть детский стол. Ну, типа шведский детский стол. Но я не знаю, что там. Я знаю эти баночки. Я знаю, что у них есть будет. А как приедем сразу бежать в какие-то торговые центры, ну тоже, не знаю. Может, мы и побежим. Правда, хороший большой торговый центр, в котором мы, кстати, со Славой как-то были. Он находится в Анталии. То есть нам туда ехать еще, типа, час-двадцать, наверное. Но мы туда хотим, потому что там есть всякие магазинчики. Ладно, на кухне у нас тут трэш. Вообще еще более все грязно. Я сейчас еще разбираюсь. А то, что у нас тут, это вообще... Просто жесть. Вот, я уже этот чемодан собрала, но он очень тяжелый, поэтому я его буду открывать. Здесь у меня просто жесть. И вот, будет третий чемодан. Здесь, кстати, довольно-таки чисто, можно так сказать. Ну, в смысле, тут ничего такого. Просто детские игрушки, которые надо убрать. И все. В комнате у нас что? В комнате это Слава вещи достала, которые думает брать, с собой не брать. Короче, в целом у нас везде норм. Только вот это. Мы еще взяли вот такой паильник. Не знаю. Может, оно и не надо. Но, типа, не соска, а другое. Я так жду, когда мы будем уже в Турции. Потому что, я думаю, Аня начнет опять сама засыпать. У меня ночной сон. Типа, ее не надо будет укладывать, укачивать. Это значит, что мне не придется ее носить на руках. Моя спина просто вау, девочки. Значит, надо помыть и посмотреть, как это работает. Тут, типа, не соска, а вот такая. Просто у нас вот такой прям не было еще. Поэтому, я думаю, пусть будет как взрослая. Я планирую что собрать, что мне еще надо. Сейчас вам покажу, что у нас в холодильнике. Я сегодня, кстати, планирую с вами попрощаться уже. Ну, в сегодняшнем дне. И так. Сколько у нас огуш? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, семьдесят, пятнадцать, шестьдесят, восемнадцать огуш. Ну, типа, не сказать, что много. По сути, из расчета, что одна в день. Я думаю, что, может, я еще завтра в каком-то магазине посмотрю. Может, будет что-то еще. Я еще взяла Тему. Потому что у него более хороший срок годности был. У него месяц, аж срок. У огуши меньше. Типа, двенадцатого изготовили, двадцать шестого заканчивается. Но нам бы вот взять такое, знаете, то, что, грубо говоря, вчера приготовили, произвели, и закончится как раз, когда мы прилетим. Короче, я взяла еще Тему. Петя, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть у нас огуши не хватает на последние пять дней. Но в чем стык? Я их как бы взяла с расчетом, что реально одна в день. Еще у нас будут творожки вот такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Один в день я взяла. Но она не всегда у нас один в день съедает. Типа, иногда вообще не съедает творожок. Короче, это все к чему? А вот еще, кстати. А, нет, это двадцать тро закончится. Ее тоже можно взять, если не выпьем. Это у нас те, что домашние, кстати. А это уже все. Так, вот эти надо срочно пить. Вот, и получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь кашек, которые должны нам как бы заменить огушу перед сном на те дни, когда не хватит. Ну, вообще, это не замена. Но если на ужин плотно покушать, съесть творожка, например, которых у нас есть на каждый день, у них просто срок подольше, то, как бы, я думаю, ничего страшного. Плюс можно Тему выпить, если уж сильно она захочет кисломолочки. Потому что Тему, она у нас в Дивеево в итоге выпила, потому что у нее вариков не было. Да и мне кажется, она по вкусу примерно одинаковая. Если не одинаковая. Слава просто пробовала, сказала, что типа похоже. Вот это все берем. Возможно, вы скажете, что мы сумасшедшие. Потому что, по сути, многое можно и там купить. И вообще, где хочешь, там же тоже есть дети, которые тоже любят и кисломолочку. Но я не знаю, что это за продукты. У меня ребенок вообще склонен, как бы, к аллергии. Поэтому я точно не буду так рисковать. Если бы я начала ей давать вот эту малютку... Все-таки это же что-то новое. Ну, непонятно, какая была бы у нее реакция. Короче, не сказать, что мы прям классно пошопились сегодня. Мы классно пошопились, но мы покупали только по делу. А не всякие кайфушки, финтифлюшки. Конечно, это все такое тяжелое. Как это все раскладывать? Пока в голове я себе не представляю. Знаю ли я, с чего начну? Нет. Столько всего надо взять. На всякий случай. Что-то пригодится, что-то не... А, мои классные новые ботиночки. Я еще с собой беру те из Зары, которые я вам показываю. Такие и светлые. Но, мне кажется, буду ходить всегда в этих и в шляпках. Так, получается, поеду я в кроссовках. Типа, вот не знаю, брать мне столько область. Ну, хотя... А где мне, опять, это еще носить? В Москве? Мне кажется, у меня слишком мало отпусков для одежды, которая у меня есть. Где-то же ее нужно выгулывать. Так устала. Хотя время сейчас без двадцати двенадцать. Ну, типа, не сказать, что, знаете, самое такое уже... Не два часа ночи. Даже не час. Просто тело пустало. И не хватает всяких классных сумочек. Я их обычно выкидываю, потому что, нафиг, они не нужны. Но когда поездка, как раз-таки, очень мне пригодилась. Побольше пакетов всяких. Так, сюда я планирую поместить подгузы. Еще могу вот такие ноги. У меня есть еще подгузники для плавания, но я не уверена, что это вообще нам надо. Гулять, как гулять. Получается, в тряпочном таком чемодане у нас будет такое то, что, ну, лежит и лежит. Вот еще круг надувной. Так, еще где у меня круг надувной? Это, который вы в Дубае брали? А я еще один заказала. Немножко другой. Оба сюда можно. Что про ногу-то не поможешь. Вот эти трусики ночные я оставлю здесь, потому что... У меня здесь будет еда, банки, каши, вот это все. Почему у нас так много все? Ну, с банками вообще ничего не случится. У меня еще в отпуске планируется эти дни. Так, все, чтобы было посмотреть, когда там уже должно прийти. Ну, ладно, только. Так, а что? А куда у меня гушьи? Сюда все поделать? А куда у меня еще дыхерачи должно прийти? Обувь. Аптечку еще собирать. Общательно, остается один вот этот. Для... Вообще чего? Остается это, по сути, по мелочи. Косметичка. Тут уже почти все у меня еще мы сейчас его берем. Подуши дохера. Куча проводов. У меня еще этот чемодан надо чуть-чуть освободить. Я эту сумку хотела взять. Я вообще с собой ничего не беру из сумок. А нахера? Вот реально нахера мне что-то беру из сумок. У меня всегда с собой будет коляска, на которой будет сумка. Ну, ладно, можно одну-то хоть взять. Так, вот в этот шопер я что-то сложу. Еще я беру кое-какую посуду. Получается, я здесь баночки и еду уже положила. Ну, наверное, не пипец. Тяжелая. Если тут будет одна еда, в этом чемодане. Вот эти не помни, нам понадобится и больше. Не так уж много и каши. И плюс еще, что это у меня будет лежать в пакете специальном. Дальше, сколько всего, если честно. Я боюсь уже, что у нас ничего не повесится даже в три чемодана. Нет, тогда просто можно подгузники достать и все. Сюда еще вещей я могу сверху накидать. Это чемодан мне кажется вообще легкий. Или достать одни подгузники и баночки положить. Чтобы немножко облегчить. Получается, вот это уже тяжелое. Так, дубный голова. Ай, что еще сюда помещается? Ну, одежда как раз как-то. Начинается, что большую часть веса, так скажем, мы оставим там. Все баночки. Ну, подгузники не вес больше, а... Ну, нет, вес тоже, да, но больше места занимают. Зато нам их точно хватит на весь отпуск. Что-то еще даже, наверное, останется, но... Не так спокойней. Вот я мать. Мать кандеров. Чтобы... Что-то даже не могу понять. Мы же еще собираемся брать игрушки какие-то. Ну, не, игрушки... Ну, да. Ну, их, наверное, еще с собой придется взять в самолет прямо. Что-то же... Аня, нужно делать пять часов? Конечно, надо проверить аптечку. Ну, тут-то я помню, что я положила? Я знаю. Более, еще надо будет проверить все равно в голове своей. И с телефоном сравнить. Не забудь обязательно какой-нибудь турафен. Просто они зубы пошли. Только встал, чтобы позвоночник даже не держит мартела. Так, что еще сюда? Вот это обувь. Какая-то какая Аня на обувь. Себе даже шампунь не беру. У меня фотик. Камера чей? Камера вот эта. К ней зарядка. Но это все немного места занимает. Аня на ложке. Вот такую штуку беру. В ней много удобно делать. Мы даже можем прийти в столовую, например. Набрать каких-то вкусняшек и взять их домой. Ну, как бы своя такая мисочка. Вот такую возьму Аня, ее тарелку. Я не знаю. Может быть, я типа дурна, сумасшедшая. Но у меня же маленький ребенок. И куда мне ей класть еду, если там таких нет. И не выдают, например, столовой 100%. Столовая. Ресторан был лучше называть. И как? Я ее прилюблю на стол. И она будет спокойно есть, как привыкла. Слюнявчик. Хотя я взяла еще одноразовый. И мы будем пользоваться одноразовыми, чтобы этот не пачкать. Не потому что... Испачкается. Потому что, чтобы потом не идти и не мыть. Пусть оно лучше мне не пригодится. Чем я буду ломать голову. И какие-то мелкие... Мелкие такие моменты будут мне немного портить мои впечатления в отпуске. Хотя Аня их поверила, ей супер. А что еще? А что еще сюда нужно положить? По сути, Агуша. Ну, моя косметика. Даже украшения положу какие-то. Что еще? Что я забыла? Какие-то игрушечки. По сути, Агуша. Все, главное Агуша. Еда. Бутылок дохера. Ну ладно, не дохера, но три типа. А еще знаете, что будет добавлять килограмма? Килограмма веса. Аккумуляторы холода. Но без них никак. А что у нас нужно занимать? Подгузник обучка. Можно подгузники в шоппер. И в самолет спокойно. Вообще похер. Они не будут много места занимать. Не будет тяжело с Агушой. Здесь вся Агуша. И штук шесть темы. Но у нас там есть еще творожки. 14 штук. И кашки. Но это не много места займет. Все отместилось. Ну, тут остается еще гунистку и косметику. В целом, как помещается. Вопрос в том. Сколько это все в итоге весит. Ну и, конечно же, сейчас я отсюда заберу этот пакет с Агушой. Стащивайте. А, наверное, отсюда будет поспать. Еще. Не надо меня мучиться. Просто это понести. Хотя это маленький пакет. У нас там еще большой есть. Ну, могу, наверное, реально. Че у меня. Положил куда-нибудь. Главное не забыть огуши убрать. Ну, блин. Да, конечно, все равно веса еще добавится. Кручная кладезь. Ну, посмотрите. У меня в глазах какая-то кручная кладезь. У меня получается только будет ребенок. Ребенок на коляске будет в основном. Еще у меня будет моя сумка. Ну да, нам говорят, что тут место-то особо для пакет. Таких тоже можно куда-то пихать. А еще мне вопрос, я что вообще, шляпку с собой не возьму? Наверное, да. Тут все так хорошо лежит. Я, у меня рука не поднимается, ворошить это гнездо. Это легкое, но не это занимает. Обувь. У нас вот в одном, короче, у нас в одном чемодане вся одежда полностью у нас всех. Кроме обуви и, ну, всего остального. Типа, чем умываться, зарядки, косметики и так далее. По сути, ну, вот реально без еды Аниной, без подгузников мы могли бы два чемодана спокойно вместиться. Надо сюда то, что легкое, запихать. То, что именно здесь у меня отнимает место, но оттяжести не добавляет. Собирать чемодан мне сложнее, чем, конечно, разбирать. В общем, в одну сторону всегда туда, когда летим, всегда сложнее. Потому что это все нужно укомплектовать как-то с умом. Короче, будем сначала ставить самый тяжелый человек. Будет обидно, если Аня вообще не захочет ничего жрать из того, что мы тут подобрали. Где-то дайте столько тяжести тащить. И еще там спирять будет жалко. Ну, нет, наверное, я не смогу тогда. Он очень тяжелый. Прямо плец. Следующий человек у нас останется свободным. У меня что хочешь. Что у нас осталось, то мелочи. Если что, сначала поставим на весы свой самый тяжелый чемодан. Если нам скажут, ты что, офигели, такое не пропустим, то просто достанем, что нам переложим. Этот вообще нормальный. Сюда даже не знаю, что помнить. Получается, что вот, типа, все. Я пока это сюда положу, но, конечно, один подпускать не надо. У нас есть еще маленький, кстати, чемодан, который мне было в ручную плать. Такой. Помалютка. Ну, это вам все. Да нахера? Для подгузников. Проще потом, когда подгузники оставим там, пакетик туда запихать и все. Ну, в дубе мы тоже с тремя летали. Я уже говорила вам. Все равно я большое дело сделала. Вот такие вот красавчики. Вот этот наполовину пустой. Ну, сюда добавится у нас как раз косметика моя, украшения, кепки. Какие-то возьмем. Ну, вот такое, короче, мелочушка всякая. Ну, и да, Анина как раз. Вот этот самый большой, он же самый просто пипец, какой тяжелый. Там просто вся наша одежда. И да, я Ане, конечно, много вещей взяла. Но, знаете, с расчетом, что на каждый день новая футболка. Где-то там, не знаю, 5 боди. Ну, то есть понятно, что ребенку иногда футболки по 2-3 раза в день можешь менять. Вот. Какие-то наряды, штанишки тоже, которые часто портятся из-за того, что ребенок, ну, испачкается, ест. Хотя я могла бы много стирать. Ну, я вроде как вокус еду. И стирать странно. Я сегодня заходила в магазин косметики. И мне продали тональный крем от Estee Lauder. Такой. Вот в таком оттенке. Я хочу его сравнить со своим. У меня другой. У меня клиник. Я хотела как бы клиник. Кстати, CN 075. Врач, я хотела клиник, но его не было. Вот. И мне предложили вот такое попробовать. Я такая, ну, давайте. Ну, похоже, но мой светлее все равно. Не знаю, что это вот они будут. Я тестировала на руке. Вот та большая капля сверху, это Estee Lauder новый, который мне вот продали. А внизу это мой. Видите? Как бы разница прям есть, да? Я просто очень белая. Давайте повозюхим на руке, может быть. Например, вот там. Ну, вот прям, да, по нему видно, что он такой темный. Да, прям, разница вообще. Вот, вот этот новый мне продали, а вот мой. Ну, знаете, когда я в магазине на руке возюхала, причем не на этой стороне, а если их смешать, получится адская шикарная смесь. Короче, когда я на руке возюхала, было хорошо. Даже на лицо, по-моему, я себе точечки сделала. Ну, посмотрите. Ну, опять же таки, вот эти все точечки, это ерунда. Это надо реально полноценный макияж сделать, чтобы понять. Знаете, я попробую, да. Я попробую, а там будет видно. Вот мой. Вот такой у меня офигенный. Уже много лет им пользуюсь. Ну, и стейлаудер тоже крутые. Короче, не было другого, который еще более светлый. 1Н0 там было. Вот мы такой хотели мне, но его тоже не было. Тем временем, как слава помыла, все бутылки, соски, вообще все, что тут было. Нагрел мне воды. Так что я сейчас пойду в душ. Вот думаю, чем заняться. Я все думала, что, ай, ладно, не буду убираться перед отъездом, похер. Ну, я так не могу. Не могу и все. Поэтому буду этим тоже заниматься. Еще мне нужно полностью все с этого фотика перенести на комп. сделать правки по влогу. Ну, у меня завтра есть день. Я просто сегодня хотела как раз собрать полностью чемодан и вообще закрыть вопрос со всякой херней. Ну, то есть, хотелось уже сегодня стать свободным человеком от сборов. И уже, чтобы такие мелкие детали остались, типа, подготовить влог, который я просто одним нажатием открою. Но так не получится. Я буду давать доступ к моему монтажеру. Скорее всего, к моему ютюбу. Короче, хочу убраться. Сейчас уже по первому. Поэтому сначала пойду помоюсь, чтобы в любой момент, если что, рухнуть в кровать. Завтра у меня в 12 маникюр-педикюр. Краситься завтра не планирую. Буду заниматься домашними линами. Ну, подготовками. Вот я собираю чемодан. Еще куда-то сходим в магазин, поищем Агушу. Подготовим дом к нашему отъезду. Надо выкинуть все. У нас все-таки будет две недели. Типа хлеб тут мне оставить, знаете, чтобы потом не приехать. Здесь какая-нибудь цивилизация уже живет. Ну, короче, залить в воду цветочки. Какой-нибудь цветочек, видите? Чудо. Есть. Вот спина. Ужасно болит. Но ничего, я знаю, что скоро я буду на море отдыхать, поэтому и пофиг. В общем, ладно, я с вами прощаюсь. Уже следующий влог будете смотреть из Турции. И про то, как придет наш полет. Безумно интересно посмотреть, что у нас будут за места такие шикарные. Потому что мы заплатили немалые деньги. И я очень надеюсь, что все это будет оправдано. Что мы долетим с шикарным комфортом, с вкусной едой. Конечно, интересно. Вот. Думаю, как кормить Аню. Если нам в 6 утра выезжать. Ну, я, наверное, с собой в самолет возьму йогурт какой-то. Понятное дело. Агушу, сушки, печенюшки. О, надо не забыть печенье. Короче, ладно, я сегодня лягу в телефоне, когда ночью буду. Еще запишу, что мне не забыть сделать. Вот так. А вообще нам лучше пораньше лень спать. Потому что после завтра нам в 6 утра вставать, чтобы в 7 выехать из дома. И где-то... Нет, даже раньше нам надо. Это мы позже посчитаем. Короче, все. Люблю, целую, обнимаю. Будьте здоровы. Подпишитесь на мой телеграм. Инстаграм. Запрещенный. Запрещеночка. И ждите влоги. Все. Всех люблю, целую. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Я уже сплю. Спасибо.